Добро пожаловать к нам на канал. На сегодня мы собрали следующие новости. GSC Game World отказались выполнять требования ВК-группы, призывающие вернуть русскую озвучку в Stalker 2. Стали известны победители 95-й церемонии награждения Оскар. Классический платформер Montezuma's Revenge получит обновленную версию и многое другое. Пользователи сети обратили внимание на схожесть анимации недавно вышедшего ролейбового боевика Blackface Forsaken с Elden Ring. Примечательно, что одно из движений полностью повторяет водный танец молений из проекта от From Software. Сами разработчики ситуацию пока никак не прокомментировали. Arc System Works анонсировала нового бойца второго сезона пропуска Guilty Gear Strive по имени Badman. Вместе с этим также опубликовали специальный трейлер. Персонаж должен появиться в файтинге 6 апреля вместе с ареной Ferris Forest Factory. После шести лет работы компанию Blizzard покидает коммерческий руководитель Overwatch Джон Спектр. Свои полномочия он сложит в конце текущего месяца. В сообщении в Твиттер Спектр отметил, что франшиза находится в надежных руках и пользователи ждет много всего интересного в будущем. Дальнейшими планами он не поделился. Разработчики Diablo 4 опубликовали два новых ролика по грядущему проекту. В первом представили мирового босса Ашаву, а во втором зрителям предложили в течение часа понаблюдать за спящим волчонком, которого можно будет получить во время раннего доступа или открытого бета-тестирования, прокачав персонажа до 20 уровня. Релиз Diablo 4 6 июня. Funko Games анонсировали настольную игру под названием Disney Animated. Она позволит создавать классические анимационные ленты компании, среди которых Алиса в Стране Чудес, Аладдин, 101 Далматинец и Белоснежка из Семь Гномов. Выход запланирован на конец текущего года. Других подробностей пока нет. Манга, Невеста Чародея, а также Призрак и Ведьма уходят на перерыв. Дату возобновления выпуска новых глав не раскрывают. GSC Game World выпустил ответ на требование администрации ВК-группы Вестник того самого Сталкера. На своей странице в Твиттер разработчики выложили письмо на английском и украинском языках, отметив, что запугать их не получится, а также попросив лояльную аудиторию избегать просмотра любых материалов по игре, появившихся из неофициального источника. После этого все цели еще одну подборку концептов. Напомним, ранее ВК-группа Вестник того самого Сталкера опубликовала несколько изображений с призывом пересмотреть отношения к игрокам из РФ и Беларуси, а также вернуть в Сталкер 2 русскую озвучку. Портал Deadline сообщил о разработке нового анимационного спин-оффа по мотивам шоу «Флинстоны». Он будет называться «Бедрок». Продюсером выступит Элизабет Бэнкст, а шоураннером и сценаристом – Линдси Кернс. Проект появится на канале Fox. Дата премьеры неизвестна. Handcraft Mystical Games анонсировали Montezuma's Revenge 40th Anniversary Edition для ПК и консолей. Это обновленная версия классического платформера Montezuma's Revenge 1984 года. Запуск приурочен к ее 40-летию. Из подробностей пока известно, что в набор с ней будет включена неиздававшаяся полная режиссерская версия оригинала. Релиз ожидается в течение следующих 9 месяцев. Завершилась 95-я церемония награждения «Оскар-2023». Следи лауреатов «Все везде и сразу», как лучший фильм. Лучший режиссер – дуэт Дэна Квана и Дэниела Шайнера в ленте «Все везде и сразу». Лучший оригинальный сценарий «Все везде и сразу». Лучший анимационный фильм «Пиноккио Гильермо Дель Торо». Лучший оригинальный саундтрек «На западном фронте без перемен» композитора Фолькера Бертл Мана. Лучшая мужская роль – Брэндер Фрейзер в фильме «Кит». Лучшая женская роль – Мишель Йео в картине «Все везде и сразу». Лучший актер второго плана – Ке Хьюи Куан во «Все везде и сразу». И лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис «Все везде и сразу». По игре One Piece Odyssey анонсирована новелизация. Официальный анонс появился в пятнадцатом выпуске журнала «Whitly Shonen Jump». За историю будет отвечать Джун Исака, известный по Наруто Саскис истории «The Uchiha and the Heavenly Stardust». Благодарим за просмотр! Не забывайте оставлять лайки с комментариями, а также подписываться. Помимо этого, напоминаем, что у нас есть ТикТок и Телеграм-каналы, ссылки на которые в описании под видео. Оттуда же можно перейти на наши страницы Boosty и Donation Alerts и помочь в существовании канала. Спасибо!